Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Тетяки! Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о лени, о том, какие бывают проявления у лени, о том, с чем путают лень, о том, какие причины лени. Ну и, может быть, подумаем вообще, как это можно преодолеть и возможно это преодолеть. Нормально? Благословите, начнем. Давайте, попробуем. Ну и мне бы хотелось, чтобы вы немножко представили нам эту штучку под названием лень. Мне, пока мы готовились, понравилась вот эта аббревиатура лень. Это то-то и то-то. И символ лени. Лень, я не вор. Расскажи, что это такое? Ну, это на самом деле мы можем, да, в общем-то, обозначить как некую прелюдию, которая погружает нас в предмет, да, в общем-то, погружает нас в процесс знакомства с этим, на самом деле, сложным, многоликим и не столь простым, как оказывается, на первый взгляд, феноменом. Ну, действительно, что значит лениться, что такое лень, да, как вы сказали, первые буквы, да, аббревиатура, в общем-то, задает перспективу рассмотрения этого феномена. Л, лежать, е, есть, н, ничего не делать. И удивительным образом, да, вот смотрите, вроде бы это глаголы, да, то есть любой глагол, он предполагает определенное действие. Но на самом деле специфика определения лени заключается в том, что ее описывают через отсутствие чего бы то ни было. Действие. Да, операционализация лени происходит, как понятие, да, как категории, происходит через описание отсутствующих элементов, то есть мы привыкли, что называть ленью? Бездействие, да, отсутствие инициативы, отсутствие активности, негативное отношение к труду, да, ну, то есть вот, если бы нас кто-то попросил описать ленивый человек, мы бы, наверное, так его описали. Ну, хорошо, подожди, давай мы сейчас, там у нас как-то так вот начали уже дальше идти, а вот давай так, лень, лозунг лени. Лозунг лени, я не вор, да, тоже, что, каким образом можем разобрать? То есть что это, это не вор, в смысле не тот, кто, это не про воровство, а это тоже аббревиатура. Нет, совсем не про воровство, это тоже аббревиатура, которая помогает нам, в общем-то, увидеть специфику проявления того, что мы называем ленностью в человеке. В-буква, я не выделяюсь, то есть я не делаю ничего такого, чтобы меня, в общем-то... Специально заметили. Заметили, да. Вот. О, я не беру на себя ответственность, то есть я на самом деле, опять же, ничего не совершаю, ни за что не отвечаю. И, наконец, Р, я не рискую. То есть я живу, вот, нахожусь в той зоне комфортности, которая определяет моё такое вот субъективное благополучие. Ну, смотри, вот это как бы вот такая прелюдия, да. Наверное, что-то тут у нас отзывается. Лень – это вот такая какая-то бездеятельность, да. Но бездеятельность бывает без деятельности рознь, да. То есть похоже, что лень, особенно если мы говорим о психологическом понимании, то её нельзя свести просто к отсутствию действия. Это некие причины, да, которые приводят к тому, что я бездействую. Потому что, ну, бывают объективные вещи, я там, ну, у меня там болит живот, и я лежу скрюченный. Это не про лень. Я не действую, я просто корчусь от боли. Так, а что за такие мотивы могут быть у бездействия, что мы скажем, то, что это какая-то болезнетворность, это какая-то психологическая, ну, назовём так, не то, что неадекватность, да, а не здоровье. Вот, может быть, я сейчас отвечу на ваш вопрос, постараюсь, по крайней мере, но перед тем, как говорить о причинах, да, всё-таки нам нужно чётко понимать, что собой представляет лень. И вот здесь мы говорим о том, что это достаточно сложное и многоаспектное понятие. То есть мы все хорошо знаем, как она проявляет себя, нам так кажется, да, но на самом деле чёткого определения, чёткой дефиниции лени в психологии такого универсального понятия нет. Опять же, поэтому исследование определений, то есть выделение, что такое лень, это одно из направлений современных психологических исследований. Второе направление, если мы опять же говорим про психологию, это понимание причин, да, то есть приобретённое это свойство или врождённое. очевидно, что это даёт нам некоторые, опять же, понимают не того, что с этим делать. То есть, погоди, оно бывает и врождённым, оно бывает и приобретённым. Да, ну, в случае, и был ряд исследователей, психологов, которые занимались вопросом происхождения лени, вот, и один из них, например, выделял лень случайную, да, то есть которая связана с какой-то конкретной ситуацией, или в какой-то конкретной ситуации, да, то есть, опять же, человек ведёт себя как ленивый, да, то есть вот он бездействует, ничего не делает, может быть, наслаждается своим бездействием. И лень как постоянная черта характера, ленность, да, то есть которая затрагивает, вовлекает все сферы жизнедеятельности, проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека. Вот, поэтому если она врождённая, по идее, ну, что мы можем сделать? А бывает врождённая ленность? Это интересный вопрос, нет ответа на него, до сих пор не могут, не отвечают исследователи этого феномена, врождённая она или приобретённая. Поэтому и многообразие практических рекомендаций. То есть если ты ленишься, например, да, и мы исходим из позиции, что лень – это приобретённая, давай-ка потрудись, составь себя. Ну, я пока, честно говоря, ещё не понял, так что ж такое лень, да, потому что в моём представлении лень, ну, как-то, наверное, не может быть врождённой. Врождённой может быть какая-то, ну, какая-то природная особенность, которая тебя подтормаживает, ну, какой-то вот в реакциях, например, там, да, или там делает неспособным к какому-то образу, там, труда, там, да. Да, ну, лень всё-таки, наверное, это что-то другое. И вот мне кажется, то, что была какая-то продуктивная такая веточка, да, когда мы лень определяем не просто через бездействие, а через понимание мотивов бездействия. Да. Да? Да. И если, опять же, возвращаться к определению, да, то вот я просто приведу примеры, которыми, да, изобилует современная психологическая литература. Ленью называют, например, пассивный бунт или пассивный протест. Интересно, да? Ну, да. Лень – это социальный конструкт, который, в общем-то, базируется на том, что все мы договорились и является общепризнанным, опять же, некоторая совокупность признаков, через которые мы описываем этот феномен. То есть мы знаем, как проявляет себя лень. Мы в обществе нашем договорились, решили, что это вот первый, второй, третий, да, элемент поведения совпадает с этим перечнем, и тогда мы говорим, человек ленивый. Да, опять же, лень как, ну, вот дальше будем про это говорить, да, лень как отсутствие мотивации, да, вот, лень как в том примере, который вы приводили, про вязкость, про ригидность, да, про некоторую, так скажем, опору на физиологическую базу. Лень как состояние клетническое, связанное с апатией, с астенией, да, то есть утраты интереса, депрессивная, да, симптоматика. Вот, то есть, ну, вот смотрите, то есть даже вот в этом перечне сколько оттенков, да, лени, сейчас мы перейдем к мотивам, да, мы уже, в общем-то, определили. Вот, и, опять же, для меня, например, как человека православного вопрос, лень это грех, ну, который бы я, например, вот этот вопрос перед собой поставила. И если тоже говорить о природе, да, врожденный, приобретенный, то есть, исходя из вот этого вот вопроса, который я перед собой ставлю, что я могу сделать, как человек православный, да? Ну, давайте, ну, давайте. То есть, вот мы накидали, да, обозначили вот эти вот области, направления, веточки, как вы их назвали, по которым мы дальше можем просто идти, разбирая мотивы и причины. Ну, да, то есть, мне представляется, вот вообще, что надо разобраться, я так и не понял пока, что лень как врожденная, да, и лень как какой-то сформировавшийся. То есть, мне представляется то, что вот лень будет грехом, тогда, когда, значит, получается, что человек знает, что надо бы сделать, и у него есть понимание этого, да, но он просто-напросто, это, ну, например, увлекается чем-то другим, в чем позволяет себе увлечься этим, ну, к примеру, да, вот как бы мы говорим про, как у деток это бывает, да, надо делать уроки, ну, мне это скучно, да, я не вижу смысла в этом, какого-то там, да, но вот у меня есть телефон, и я вот просто могу, я переключаю свое внимание на то, где мне интересно, я просто в этот момент, я просто как потребитель какого-то удовольствия, и вот я ленюсь делать уроки. Можно ли вот, как вам кажется, в этом смысле сказать то, что человек ленится, и он вот как бы не делает то, что должно, а скатывается то, что приносит просто ему удовольствие? Да, полностью с вами согласна с этим описанием. Не случайно лень называют эмоциональным наркотиком, то есть связь состояния увлеченности, да, в которой человек испытывает в момент бездействия, ну, такого целенаправленного, да, связанного с реализацией определенного вида деятельности, действительно доставляет удовольствие. То есть мы говорим лень как стремление к удовольствию. Но, тут вот тоже, мне кажется, надо быть осторожным, да, потому что само по себе стремление к удовольствию, это как бы, ну, нормально, и, в общем-то, человеку хорошо, когда он вкусно кушает, человеку хорошо, когда вот он, ну, как там лень, лежу, ем, ничего не делаю, давай, прям, ничего не делаю, ну, вот я лежу, ну, таки, да, ну, я устал, и вот я лежу, отдыхаю, ем, ем. Что вы говорите сейчас, Барюшка, да, вы сказали, я устал. Да, да. Да, вот мы сейчас практически с вами назвали первую такую, под что мимикрирует лень, да, под такое вот состояние, это состояние усталости. Ну, сейчас я всё-таки это обозначу, да, то есть мысль, а потом мы поговорим про эту самую усталость, под которую мимикрирует лень, да. И так получается то, что удовольствие само по себе не грех, ну, то есть это нормально тянуться к тёплому, к вкусному, там, да, и получать от этого удовольствие, там, да, вот. Но тогда, когда я знаю и понимаю, что вот мною запланировано или как бы ожидаемо некое действие, оно рационально, оно разумно, но я пытаюсь спрятать свой вот этот вот зов совести, да, в какое-то удовольствие, опять-таки, в игру, в мультике, или вот я сижу, ем полчаса, час, два часа, вот просто вот чего, да, то есть я просто прячусь в этих ощущениях, в этом потребляемом удовольствии, того, что должно сделать. Я стараюсь заткнуть свои мозги, ну, да-да-да, ну, сейчас, 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 да. И вот это, вот это вот как бы лень, да, то есть грехом лень будет, наверное, тогда, когда я совершаю преступление против, ну, скажем, самого себя, да, против того здорового, чистого, ну, что я сам в себе знаю, что намечено как-то. Вот как-то так. Да, то есть, например, я прихожу домой с работы, наступает правило, время вечернего правила, и я себе говорю, ну, я помолюсь, конечно, потому что я знаю, что это важно и должно, но при этом я немножечко полежу на диванчике, вот, немножечко посмотрю в телефончик, переписку в социальных сетях, да, и это лень. Наверное, да. Смотрите, но в то же время действия есть, да, то есть я весь смотрю, я проявляю некоторую активность, да, то есть я к тому, что нет однозначности, да, то есть вы определили, почему и когда лень является грехом. Да, когда приступаешь некую черту того, что ты должен был сделать. Да, некую логику, которая тобою самим, да, была осмыслена как должная. И когда ты припадаешь к источнику, можно сказать, запретного удовольствия, то есть ты получаешь удовольствие от того, что ты не делаешь то, что должен делать, а делаешь то, что приносит тебе радость, ну, такую вот греховную, скажем. Ну, да, наверное, можно так сказать, но мне кажется, то есть тут дело не в том, что я могу как раз-таки не получать удовольствие от того, что я не делаю что-то, да, а я получаю удовольствие от того, что я делаю, вот лежу, сплю, да, но при этом вот этот внутренний сверчок, он постоянно теребит меня, вот как бы, вот... Давай сейчас я еще пять минут полежу, да, то есть я пытаюсь еще более интенсивным сделать получение удовольствия для того, чтобы только-только этот вот сверчок, напоминающий мне о том, что, эй, у тебя же там дела, заткнулся и не был слышен, да? Ну, вы знаете, что сейчас вы как раз не о Лене говорите. А о чем? Удивительным образом. Вы говорите про феномен, который в современной психологии описывается как прокрастинация, то есть откладывание важных дел на потом. А это не лень? Нет. Ну, давайте расскажите, что такое прокрастинация? Смотрите, лень изначально пассивна. Я не хочу что-либо делать. То есть я выбираю бездействие, бездеятельность, безинициативность, да, то есть я делаю, не делаю то, что должен, делаю то, что мне приносит удовольствие, да, в момент, когда я понимаю важность того, что мне нужно сделать, я прекрасно понимаю процесс, то есть ту деятельность, которую я должна реализовать. Например, я должна помолиться, я знаю, что это важно. Но я себе говорю, я сделаю это чуть попозже, потому что сейчас вот эта иллюзорная такая, да, успокоенность, сейчас, мне кажется, у меня еще достаточно времени для того, чтобы заняться чем-то другим. Получается, что прокрастинация или стремление отложить дело, да, важное дело на потом, она активна. То есть есть мотивация, есть понимание, зачем я это делаю, есть понимание процесса, как мне это нужно сделать. При лене это все отсутствует. При лене я не принимаю решение о деятельности, я говорю, я не хочу этого делать. При прокрастинации я говорю, я знаю, что это нужно делать, это важно делать, но я сделаю это чуть попозже. Может быть, но я не очень согласен, потому что мне кажется, то, что обыкновенно это лень, только завернутая в такие вот какие-то изящные какие-то бумажки. В каком смысле, да? В том смысле то, что, послушайте, это прокрастинация, как вы описали, это не действие, это мечта о действии, да, а это все-таки что-то другое. И я могу точно так же, вы знаете, как я могу услаждаться подушкой, откладывая действие, точно так же я могу вот услаждаться мечтой, да, и она будет так сладка, я могу рассказать, как завтра я вот подготовлюсь к экзаменам, или как завтра я там что-то такое сделаю. И это меня так, вообще говоря, захопляя, как говорит по-белорусску, да, что, ну, как бы мне потом, вот я все пережил уже там, да, это действие становится уже излишним. Это, по-моему, обыкновенная тоже лень. То есть я получаю удовольствие не от жизни, которая вот предлежит мне, да, а от какого-то чего-то левого, да, ну, которое само по себе это левое, это-то неплохо, да. То есть как бы, ну, мне кажется, это очень важно, да, что вот лень, наверное, это вот такое вот как раз-таки игре в прятки с самим собой. Вот мне так кажется. Ты прячешься, да, в какой-то вот такой, помните, как вы сказали, вор, да, это... Отсутствие, я не выделяюсь, не принято. Я не выделяюсь, да, меня нету, я прячусь, да, да, я не хочу ответственности брать в смысле, опять-таки, нету меня, нету я, которая вот отвечает. Тогда то, что вы описываете, это действительно лень. Потому что чтобы стать прокрастинацией, да, вы должны, или человек, да, который вот в какой-то момент позволяет своей жизни жить и наслаждаться мечтой, прячась от реальности, рано или поздно у него наступит момент кризический, да, или момент кризический, и все равно этот человек становится и начинает делать, да, то есть то, что он должен был делать. Только теперь у него не тот маленький сверчок, которому сначала, да, то есть его грызет совесть, да, потому что он потратил времени на то, что должен был потратить. Он испытывает состояние стресса, то есть тревоги, волнения, то есть в ситуации лени человек не будет испытывать эти переживания, потому что он просто не начнет делать то, что должен делать. А в ситуации прокрастинации он все-таки реализует деятельность, но выполнит ее в краткие минимальные сроки, переживет стресс огроменный и скажет себе, фух, в следующий раз я так поступать не буду. Но проблема этого феномена заключается в том, что это привычка, да, это патологическая привычка. Да, доктор, неизвестно это. Наступит момент, когда человек проживет снова весь цикл от избегания, от иллюзии, заканчивая вот этим кризисом и выполнением работы в темпе аврал. Ну, то есть вот сейчас у нас с вами, да, получилось в какой-то степени обсудить, рассмотреть различия лени и прокрастинации, да. Лень становится прокрастинацией тогда, когда начинается аврал, да, когда докурсовой уже там уже все, пора сдавать, а у меня там еще только план написан там, да, и вот ты начинаешь за неделю писать то, что мог бы получить там удовольствие, читая эти книги и выписывая эти нюансы там полгода описывая свою курсовую работу. Поэтому я думаю о том, что вот, ну, мы можем разделить эту прокрастинацию и лень, но вот мне кажется, важно понять, да, то, что лень, она вот является каким-то вот этим вот прятками, да, когда я пытаюсь спрятать свою совесть, я пытаюсь спрятать свой ум в каком-то удовольствии, там, да. Это один из вариантов, одна из причин, почему мы ленимся. Да, да. Ну, а под что вот мы, может, поговорим, да, как вы говорите, мимикрирует лень? Да, да, то есть чем она хочет притвориться и как понять, на самом деле я сейчас ленюсь или у меня правда, знаете, вот, ну, я правда устал, да, я сейчас ленюсь или у меня правда, ну, слушайте, я просто не хочу каких-то вещей. Ну, то есть, знаете, как это бывает у детей часто там, да, родитель приходит и говорит то, что вот тебе надо пойти на танцы, да, вообще, почему, потому что все нормальные дети танцуют, и ты не танцуешь, надо идти на танцы. И он говорит, слушай, я не хочу, что ты такой лентяй, тебе вечно всё не хочу. Нет, я просто не хочу, это не лень. Да, есть какие-то вещи, которые я не хочу. Я думаю, тогда мы вот в рамках этих примеров по порядочку рассмотрим те феномены, которые мы бы обозначили. Начнём с отсутствия мотивации, да, то есть лень представляет собой некое состояние, которое связано со снижением или отсутствием мотивации. Что такое мотивация? Мотивация — это некий, смотрите, важный момент, психофизиологический процесс, побуждение к определённой деятельности. Причём происходит организация, да, то есть понимание конечной цели, зачем я это делаю, да, то есть это сложный процесс, который, опять же повторю, организует, да, направляет, делает деятельность целевой как таковой, да. Вот, когда мы говорим про снижение мотивации, по сути, мы говорим о чём? Отсутствие мотивов или чего-то, да, каких-то факторов, которые побуждают меня к какому-то определённому действию. То есть лень как снижение или как низкий уровень мотивации, по сути, характеризуется отсутствием мотивов. Или второй вариант — отсутствие вот того действия, на которое меня, например, мотивирует родитель, иди на танцы, иди на танцы, да, а в системе моих приоритетов танцы не являются чем-то ценным, важным и интересным, да. То есть с одной стороны мы говорим про отсутствие побуждающего мотива, да, как причины ленности, с другой стороны мы говорим про то, что та деятельность, которая меня призывает, кто-то, да, например, не является для меня ценной, важной, да. Ещё один момент, да, связанный с отсутствием мотивации. Например, сложная задача. То есть когда та деятельность, которую меня призывают выполнить, для меня представляет сложный объект, не структурированный, да, то есть я не понимаю, как её, эту деятельность реализовать. Кстати, это очень часто присутствует в детском возрасте, да, то есть когда у ребёнка отсутствует некое понимание, видение всего процесса, да, отсутствует вот эта вот операциональная или действенная составляющая. А взрослому кажется то, что, слушай, я тебе сказал… Это ж просто, да. Это просто беределай, а ребёнок… То есть и взрослый может сам, как бы, ему важно, чтобы получился какой-то результат, а он не объяснил толком, не рассказал толком, и ребёнок, он просто не понял, вот просто он не понял, что от него хотят, и поэтому он тихонько удалился от этого, и это вот… Вот, видите, ещё один, то есть мы с отсутствием мотивации, связана ещё одна причина того, почему мы ленимся. Это защитная некая реакция, связанная с избеганием многих моментов. Например, в вашем примере избегание негативных эмоций, да, то есть родитель мне говорит, сделай это. Я не понимаю, как это сделать, да, но я понимаю, что если я не выполню то, что меня требует, последуют какие-то либо санкции, да, я почувствую себя плохим ребёнком в конце концов, поэтому я что сделаю? Как будто бы сворачиваю всю свою активность, я бездействую, это называют ленью, но я тем самым избежала более серьёзного, да, более серьёзной ситуации, связанной, например, с угрозой моего положительного самоотношения, да, то есть лень, как попытка избежать негативных эмоций, негативных переживаний, опять же, связанных с бездействием. Лучше я ничего не буду делать, например, чем что-то сделаю плохо или не так хорошо, как мне хотелось. Катя, ну-ка давайте посмотрим, о чём мы сейчас разговариваем, да, то есть у нас получается реально, мы поговорили, как мне кажется, да, о том, когда лень является грехом, да, потом мы поговорили о том, что с ленью бывают на самом деле какие-то вещи, которые, они просто как защитные механизмы там, да, какие-то, и это на самом деле не грех, а это лень, как какой-то механизм адаптации человека к жизни, да, да. И чего тогда? Ты что с такой ленью делать? И как с этим вот жить? Ну, на самом деле… С ленью, которая не грех, да, которая как адаптация, или это тоже что-то такое не очень хорошее? То есть лень как адаптация к внутренним или внешним условиям, например, к ситуации, да, как это было в примере с родителем и ребёнком, который не желает делать то, что говорит ему родитель, поэтому в глазах родителя выглядит ленивым или ленится, да. Вот, соответственно, если мы говорим про лень как процесс приспособления к внешним и внутренним условиям, нужно понять, да, что за этими внутренними и внешними условиями стоит. То есть если мы говорим про сопротивление, про негативное, да, стремление избежать какие-то негативные эмоциональные переживания, вот, то в данном случае важно понимать, что именно я стремлюсь избежать, от чего я защищаюсь своим бездействием, да. То есть это момент обращения к себе, да, вопрос, который я себе задаю, связанной с осознанием, да, вот этого вот внутреннего конфликта, который, в свою очередь, приводит к возникновению негативных эмоций и переживаний. Ну, то есть если мы немножко в область практики, да, то есть вот, например, родители и дети. Родителю не спеши называть ребёнка лентяем. Да. Да, почему не спеши? Разберись. Да, и помоги ему разобраться, да. Или, может быть, пока ему сейчас, ты же видишь, да, ему сейчас явно страшно, ему сейчас явно, как-то вот так вот, ну, что-то как-то негативно, да, дай ему собраться, после чего можно будет его как-то, этого ребёнка, ну, реконструировать, да, то есть как бы вот, ну, задать ему вопрос и уточнить, что с тобой сейчас происходит там, да. То есть не спеши его обвинить в ленности, потому что там может быть что-то гораздо более сложное. Да, не спеши приклеить ему ярлык лентяя, потому что потом он этим ярлыком будет прикрываться. Да, пользуется, ну, я лентяй там и всё такое. Теперь, второе, я сам могу попасть в ситуацию, когда я чувствую то, что у меня есть. Ну, вы же знаете, я лентяй, да, ну, как бы, ай, да, вот такой обломом, да, погоди, это не так, это лень, подожди, подумай, что за этим стоит. Что её порождает. Да, то есть мы сказали, что целостность... Чего ты избегаешь. Ты можешь быть просто усталым, мы об этом ещё не поговорили там, да, потом у тебя может быть просто задача, которая, ну, превышает твои компетенции, и поэтому ты просто боишься, ты просто боишься за это взяться, потому что ты понятия не имеешь, как это решать. И это не лень какая, а это страх. Страх, да, разные виды страхов, которые ты не можешь ни осознавать, ни отслеживать. И поэтому, ну, как бы, вот с этим тоже надо работать по-другому, не просто так самого себя или клясть, или самого себя как бы так вот весело так вот как бы прятать, потому что, ну, я же лентяй там, да. Что ещё может быть такое вот с моей типа ленью? Ну, давайте, чтобы не потерялась усталость. То есть это может быть естественный процесс, связанный с истощением физических, эмоциональных, психологических, духовных и душевных ресурсов. Ну, да, но об этом, я не знаю, мы когда говорили, не говорили, все эти вот выгорания и всё прочее. И в этом смысле, значит, часто бывает очень, когда мамы приходят на исповедь, ну, да, то они очень так как бы внутренне себя чувствуют неёмко, неловко, вот обличая в лене, за которой зачастую стоит просто истощение. Она работает, потом она приходит заниматься детьми, потом она там должна готовиться к завтрашнему дню и прочее, прочее. То есть время на себя, время на какую-то реабилитацию, восстановления нету. Это просто, это вот апатия, что, слушайте, я как, я делаю то, что должно, но просто я вот, а иногда не делаю уже. И здесь тогда важно то, о чём вы говорили чуть раньше, тот важный момент, как отличить лень от усталости, от истощения. Очень просто на самом деле. Если мы говорим про истощение физиологических ресурсов, да, мама, тогда просто поспи и поешь. То есть необходимо создать условия, которые помогут организму на уровне физиологии восстановиться. Да, то есть это грамотность в отношении своего тела. То есть если ты чувствуешь, что ты устал, попроси помощи, да, и вот то, опять же, о чём я говорила, поспи и поешь. Отлично. Эмоционально, да, то есть если мы говорим про, ну, физиологическую, да, и такую психологическую, эмоциональную усталость, аналогичным образом, не спеши обвинять себя, что ты лентяй или лентяйка, да. Найди, опять же, отрефлексируй, подумай, какие вещи есть, да, в твоём окружении, да, интересы, которые могут тебя эмоционально напитать, восстановить музыка, кино, литература. Друзья, может быть, это. Друзья, общение, семья, дети, да. То есть я думаю, что для каждого из нас очень важно понимать, где те источники, к которым мы можем припасть. И духовные, я чувствую, да. Нет, нет, даже я это духовные, пускай оно тоже будет, у нас сейчас эта перспектива, да. Просто и здесь нужно просто честно себе признаться. В чём? Вот потому что, когда мы говорили про, ну, лень как лень, да, вот смотрите, я устал, говорю о себе, да, пойду-ка я поем, или пойду-ка к кино посмотрю. То есть это классически, получается, я пойду. А вопрос, что ты хочешь в этот момент на самом деле? Да, да, да. Головечек. То есть вот смотрите, и мне кажется, то, что ленью будет тогда, когда я на самом деле, правда, прячусь и от собственной усталости, да, и от этого обличающего себя голоса, да. Я просто хочу, вот чтобы меня несло какое-то удовольствие. В этом смысле это лень, да. А если я отдаю себе отчёт, то, что, слушай, я сейчас действительно не могу выполнять какую-то вещь для того, что, ну, я истощён, да, я иду получать удовольствие. Это моё, как бы, ну, целерациональное действие. Мне нужно просто отдохнуть, да. И я, как бы, помещаю себя не в поток, а, скажем так, в ванну, да. То есть оно, как бы, так вот, ну, немножко локализовано, да, и структурировано, да. То есть вот, да, я пришёл, я побыл в этом, да, я выспался, я наелся, я, как бы, так вот, ну, восстановился. И всё, спасибо. Мне нормально вернуться в трудовые какие-то отношения, да. Вот в этот момент перехода в нормальные трудовые отношения, это как раз и показатель того, что ты, человек, умеешь организовывать, да, восстанавливать. И ты не сползаешь, да, вот в те греховные состояния, которые мы обозначили в начале. Это про усталость, да. А второе, это про, мы сказали, про что? Отсутствие мотивации. Отсутствие мотивации, да. Да, да, тебе не мешает вся эта наша воскресная школа? Вы знаете, я просто радуюсь, что мы с вами сейчас беседуем о лене, в то же время есть люди, которые, педагоги, которые не ленятся нашей воскресной школы, и дети, которые не ленятся шуметь. Ну, пускай им будет хорошо, да. Ну, надеюсь, что да, мы не слетим с твоей мыслью, которую мы обсуждаем. Короче, мы говорим о том, что с усталостью надо умно к ней относиться, и когда я попадаю в прострацию из-за того, что вот какая-то сложная передо мной задача, да, и я как бы вот так вот, ну, хочу избежать ее, ну, так вот, прячась как бы за лень, то тоже можно просто как-то включить мозги и отдать себе отчет, что, ну, слушайте, это не мой уровень, да, и можно сказать то, что нет, я не готов, или дайте мне время, самому себе дай время, да, для того, чтобы по маленьким кусочкам подойти к решению этой задачи. Одна из стратегий, которая, вот, которую вы сейчас рассказали, да, объяснили, она так и называется, да, то есть она дает ответ на вопрос, как съесть слона. То есть если дело представляется большим сложным слоном, разделай его на кусочки, и часть за частью, да, в общем-то, то есть, опять же, это действие. Есть еще одна стратегия, раз уж мы заговорили про дела, да, про вот эти вот сложные объективные задачи, которые имеют место. Есть еще дела, которые нам неприятны, которые мы не любим, и которые тоже не хотим выполнять, у нас отсутствует мотивация, и мы тоже прикрываемся ленью, как одеялком, да, я поленюсь немножко. Такие дела называются лягушки, да, тоже вопрос, как съесть лягушку? Вот как бы вы съели лягушку? Пожалуй, я бы ее не ел. Ну, Пашка, ну, условия задачи нужно съесть, я вам подскажу. Ну, давай. Нужно ее съесть быстро. Не смотреть на нее и думать, какая противная, какая гадкая эта лягушка. Мне предстоит ее съесть. О, какой ужас. Нет, а быстренько взял, запихал в рот и проглотил. Что-то стратегия как-то не про меня. Я, знаете, представьте, это образ, это метафора, да? На уровне метафора, глотайте метафорические лягушки, но я, пожалуй, принесу вам медаль и поздравлю вас. Я как-то еще пока... Но из нас двоих, я те дела, используя такую стратегию, да, которые мне неприятны, которые мне нравятся, я выполню. А вы, большой вопрос, отложите ли вы их на потом, или вытесните, не знаю, или, ну, вообще не предпримите никаких действий, которые помогут вам справиться с этой поставленной задачей. Так что моя стратегия выигрыша больше не вашей. Медаль. Я просто себе как-то очень живо представил эту лягушку, и я понял, что нет-нет-нет, вот лягушку, не метафора, а лягушку, это... Я не настолько француз, короче говоря, да, чтобы лягушки... У вас все впереди еще, бачка. Значит, у вас не было таких дел, которые позволили бы вам, да, вот таким образом решать проблемы. Есть еще третья стратегия, видите, слоны... Я уже волнуюсь как-то. Нет, синдром апельсина называется. Это как-то лучше, да. Это выглядит приятнее, лучше, чем лягушка. Есть одна интересная история, которая практически стала анекдотичной, я кратенько ее расскажу, чтобы понять, что такое, да, что представляет собой. Суть, да, этого синдрома апельсина. Человек приходит на прием к психиатру, и тут спрашивает, ну, что произошло, какие жалобы у вас? Человек говорит, у меня большое напряжение, я страдаю, мучаюсь, вот. А какую деятельность вы выполняете, с кем вы работаете? Он говорит, ой, я сортирую апельсины. Передо мной желоб, по которому катятся апельсины, у меня стоят три корзины, большая, средняя и малая. И моя задача рассортировать эти апельсины. Психиатр говорит, ну как же, это же такая простая работа, в чем же ее сложность? На что пациент с укором глядя на психиатра говорит, вы представляете, сколько решений я принимаю за день, да. То есть практически весь процесс моей деятельности связан с принятием решений. Мы ленимся тогда, да, то есть описываю сейчас этот синдром, мы ленимся тогда, когда сталкиваемся с необходимостью, ленимся в кавычках, да, тогда, когда сталкиваемся с необходимостью принимать решения. Потому что принятие решения может, опять же, вызывать что? Страх. А вдруг я ошибусь? А вдруг я сделаю что-то не так? Поэтому, опять же, усталость, отсутствие мотивации, сложные задачи, да, вот эта необходимость принятия решения, чем ответственнее, сложнее, труднее мне предстоит решение, тем больше я постараюсь его задвинуть, да, сделать так, чтобы оно меня не беспокоило. Вот приблизительно как мы работаем с сложными, не структурированными задачами слоны, лягушки и апельсины. Хорошо. Мне кажется, мы увлеклись мотивацией, есть еще одна очень важная причина, да, вот из психологической точки зрения, я думаю, вы меня сейчас поддержите как священнослужитель, нарушение произвольности сферы. То есть произвольность как процесс саморегуляции, то есть отсутствие навыка саморегуляции, самодетерминации, то есть полагания, то есть собирание ума в единое нечто целое и реализация, да, этого целостного, целостности в некой деятельности, которая ориентирует меня на удовлетворение потребностей или на достижение желания. Отсутствие достаточно развитой волевой сферы тоже мы можем обозначить как лень. То есть нарушение вот этой произвольной регуляции собственного поведения тоже прикина лень. Лень, без кавычек. Без кавычек. Ну понятно, понятно. Просто я не понимаю, зачем, у меня отсутствует смысл, у меня нет цели, зачем я буду что-то делать, да, опять же в силу, что это может быть сложно, неинтересно и так далее. У меня отсутствует операция, то есть конкретное понимание действия, которое я должна совершить. У меня отсутствует план действия, да, то есть стратегия, всю стратегию, которую я должна предпринять, у меня нет навыков и знаний соответствующих, и я не вижу ресурса в этой ситуации. Поэтому, опять же, мне проще что делать? Лениться или ничего не делать? Поэтому часто у детей, да, вот это отсутствие сформированной системы произвольной регуляции своего поведения в силу их детского возраста или в силу каких-то отклонений тоже воспринимается, трактуется, интерпретируется как лень. Еще помните, в самом начале вы говорили очень интересный еще один феномен, который мимикрирует под лень, который с оттенком такой медицинской практики или клинической практики, да, то есть все, что маскируется под депрессию, под апатию, да, то есть и здесь, я думаю, биологи нас, вот, поддержат, да, потому что под ленью часто, вернее, ленью мы часто называем феноменами, которые на самом деле имеют биохимические, физиологические основы, связанные с гормональным функционированием, да, нашего тела. И таким иллюстративным примером проявления лени, именно связанной с физиологией, вот, является подростковый возраст. Вот все родители подростков, как правило, жалуются на то, что они ленивые, ничего не хотят делать, но нет понимания того, что это связано, опять же, с перестройкой, с взрослением, да, с переходом на новый уровень функционирования. Добавляет у подростков лень или это гормональная? Очень аккуратно, да, то есть истощаемость, усталость, гормональные штуки, как вы говорите. То есть вот поэтому мы с вами о сложных вещах сейчас говорим, да, то есть уметь распознать взрослому, что происходит с твоим ребёнком, взрослому, что происходит с тобой. То, что мы привыкли обозначать ярлычком лень, это на самом деле очень сложно. Ну, Катя, давайте подумаем, да, вообще, ну, правда, как бы сложно то, и мотивы, и под что эта лень мимикрирует, и что её вызывает. Что делать-то нам, живым людям? Вот, правда, живём, и как бы там ни было, вот я понимаю, что что-то не то. И по всей видимости, это не то, как-то связано с моей как-то ленью, да. Итак, значит, для того, чтобы какое-то получить исцеление от лени, да, ты перво-наперво должен понять, как всегда, что с тобой, да. То есть возврат в реальность. Возврат в реальность. Блудный сын, которому ведь вообще, наверное, ни разу не хотелось париться с этим отцом, с этим старшим братом, и он, вот, слушай, давай деньги, и я поскакал, да. То есть он скачет, и когда вот у него заканчиваются деньги, то вот он углубляется, он куда-нибудь, что-нибудь, да, только бы вот как бы не было вот этого самого памяти об отце и о том, где вот он там был, и куда можно вернуться. То есть избегание в чистом виде. Да, избегание какое-то там, да. Но есть ещё один такой, да, то есть о чём это мы? О том то, что вот избегание, да, оно как бы и есть, вот как бы корень, наверное, этой лености. Значит, возвращение к себе бывает страшит, потому что нужно что-то делать и нужно принять эту самую реальность. Она, эта реальность, не страшна тогда, когда она понятна, да, и когда мотивы для моих поступков, да, они чёткие и ясные, мне хочется делать, да. То есть оно может быть понятное, но мне не хочется в этой понятности жить как-то, да. Вот надо, чтобы была какая-то такая кнопка включения желания, если вот оно есть. И вот мы, я полагаю, можем как христиане, да, говорить о том, то, что, послушайте, вот что такое настоящее, да. В настоящем Христос, да. То есть ты, христианин, это тот, кто не боится стать вот пред Богом в том состоянии, в котором, ну, которое ты исповедуешь ему как своё настоящее, да. То есть если тебе плохо сейчас, да, ты можешь об этом сказать Богу, да, что, Господи, мне сейчас плохо, и я боюсь идти завтра на работу, потому что там аттестация, там, да. Да, Господи, я хочу вообще утонуться там в телевизоре, или там в фильмах. Как бы не думать о том, что меня страшит, пугает, да. Да, да, да. И когда ты возвращаешься к Богу, да, то возвращаешься к себе, то ты можешь сказать не страшному Богу, который не про осуждение тебя, а который желает каждому грешнику спастись, да, ты можешь ему сказать, что, ну, мне страшно и не хочется делать то, что должно. А потом мне нужен какой-то мотив, а зачем мне это делать, да, вот. То есть мы сейчас говорим не про какие-то фантастические вещи, то, что вот, ну, как бы-то, какой-то кнопкой включить какой-то мотив, выполнять что-нибудь такое, знаете, давайте напишем докторскую диссертацию, вот. Мы говорим про реальные вещи, которые нужно мне сделать, но мне как бы страшно не хочется идти на экзамен, там, да, или там ещё что-то делать. И тогда ты тоже молишься Христу, чтобы Он, условно говоря, чтобы вместе с ним, вот, да, этого слона разделать в маленькие какие-то проблемки. Потому что слон перестаёт быть слоном не только тогда, когда ты его разделяешь там, да, по кусочкам, а когда ты, может, сам становишься на какую-то ступенечку, поднимаешься выше, ты видишь то, что слон-то, ну, плюшевый, да, что он нездоровый никакой, а он, ну, такой, масенький, да, и ты вполне способен с ним справиться и переварить, да. То есть, может быть, этот вот страх, который тебя побуждал видеть в этой плюшевой штучке целого слона, да, он как раз-таки делает тебя маленьким неспособным действием. А со Христом, да, вот как бы ты, наверное, можешь это дело тоже как-то как-то пройти, продвинуться. И в этом смысле очень важна просто-напросто молитвенная практика, да, потому что молитвенная практика — это вот то самое организующее, да, такое вот действие, когда, ну, послушайте, если я вот молюсь, учусь молиться, да, то вот эти вот все лягушки, апельсины и слоны в моей голове, да, они как-то становятся на свои, ну, места. И мне понятно, да, то, что что-то надо просто проглотить, да, что-то нужно просто поделить, что-то надо просто, да, принимать какие-то там вот решения. Но это перестаёт быть таким стрессогенным фактором, да. Я отдаюсь этому отчёт, и поскольку, да, я верю, что, ну, правда, в моей жизни все случайности не случайны, да, что, ну, есть какой-то Божий промысл обо мне, и то, что на самом деле будущее оно в руках Божьих, и он ждёт, чтобы я в него вступил как дитё его, как чадо его, то я могу с ним потихонечку и двигаться к этому. И не надо мучить себя, вот этим вот, как сказать, выдавливать из себя и загонять себя в клетку лености. Лень? Да, наверное, может быть. Дальше что? Дальше Бог. Можно идти к нему и со своей ленью, для того, чтобы освободиться от Ним. Потому что, ну, со Христом интереснее, чем с каким-то удовольствием. Чем среди клетки, да, и послаждаться запретным удовольствием. Ну, да-да-да, постоянно испытывая то, что такое, что что-то здесь происходит не то. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, вот как-то, я не знаю, может быть, мы подойдём к какому-то резюме, да, то есть что мы проговорили и к чему мы вообще пришли. И, ну, мы поговорили о том, что такое лень, мы поговорили о том, какие бывают причины лени, да, мы поговорили о том… О состояниях, которые путают часто с ленью, называя ленью то, что ленью не является. Мы поговорили о некоторых психологических приёмах для выхода из этого состояния лени. Ну, и мы сказали то, что, в общем-то, они замечательные, прекрасные эти приёмы, да, и то, что человек, когда находится в церкви, то у него есть свой гигантский такой ресурс мотивационный. Да, это сам Господь. Ну, то есть с которым можно, и за которым, и с которым можно идти для того, чтобы как-то эти вопросы решать. Остаётся только не лениться. Остаётся только не лениться. Кстати, знаете, что вот преподобный Осип Васихаст, ну, вот я хотел тоже напомнить, он говорил, что вот обычно считается, что гордость является матерью всех грехов, и он говорит, что, ну, тут как бы не поспоришь в том, что это беда такая большая. Но он говорит, я сталкиваюсь с тем, что ещё большим горем является лень, да, потому что гордый человек у него, он хотя бы имеет мотив, он что-то делает, ошибается, бьётся, у него не получается, с ним можно работать. А ленивый в своём бездействии, он вот просто ай... И гибнет. И гибнет. Вот, поэтому молитвами преподобного Иосифа Осихаста, да, его ревностью такой вот о Боге, дай Бог, чтобы и мы тоже как-то так вот проснулись, да, и так вот не боялись, и как там вор, да, не боялись быть ворами, да, выделиться, взять ответственность, иногда и рискнуть. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Благодарю я вас. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok